С вами канал Кибергелиус. Мы находимся в городе Махачкала. Уже вечер, второй день турнира по контр-страйку. Вы можете увидеть в этом видео очень много ярких эмоций, а также само видео с победителями. Субтитры создавал DimaTorzok С Виртус Про играли, это российская команда. Мы играли с ЮСР, тоже российская команда. И с Альтернет Атакс играли, с немцами играли еще. А из всех перечисленных, кого удалось победить? Никого. Мы почти победили команду Фнатика. В основном смешные игры были, на самом деле. А так с Фнатиками мы очень зарубились. Расскажи, как вам удалось прорваться в такие глубины киберспорта? Ну, мы проходили отборы, как и здесь были. Два отбора в Дагестане были. Мы здесь взяли один отбор, наша первая команда. А вторая команда взяла второй отбор. Были отборы в Краснодаре, в Ростове. Там мы занимали первые и вторые места. И вот так вот получалось забирать квоты и ехать на такие чемпионаты. И просто нам попадались в группы эти команды. И мы с ними играли. Давай, так скажем, сделаем мотивацию для игроков Дагестана и Чечни и так далее. Сколько вы заработали с этого? Ну, в основном, когда ты выигрываешь турнир, в который мы участвовали, то тебе давались от общих сборов и призы от организаторов. Это бывали компьютеры и суммы от 50 тысяч и выше. Бывали суммы чуть ниже 50, но это было редко, конечно. А в основном чемпионаты, которые проходились на юге России, мы в основном там играли, они проходили, как давались квоты. Это оплачиваемая поездка, проживание, все дела, короче. Вот. Нам только это и надо было. Мы как бы не рассчитывали даже зарабатывать. Это сейчас на этом очень много зарабатывают. А так, в то время не было это как бы. Но в этом спорте, как любой может просто посмотреть в интернете, что там есть более взрослые люди, которые занимаются этим. Это как бы их любимое тело. Они зарабатывают этим просто даже для молодежи, чтобы сказать дома, например, я играю в это, чтобы не было стыдно, можно сейчас показать. А в мое время, когда я начинаю играть, я не мог никому показать из родителей. Мол, я занимаюсь этим, другие люди тоже этим занимаются, зарабатывают. Так что сейчас очень легко играть, больше возможностей играть, какие-то результаты даже, чтобы были. Гаджали, будь добр, расскажи нам немного о данном мероприятии. Призовый турнир составляет 40 тысяч рублей. Собственно, дисциплина, по которой мы проводим данный турнир, она называется «Count Strike Global Offensive». Количество команд у участников 16. Почти все это с нашего региона, но также у нас есть ребята, приезжие из Чечни, которые уже второй день приезжают к нам в соседние республики, чтобы участвовать сначала в групповой стадии, а теперь в финишной части стадии плей-оффа. И в данный момент у нас полуфиналы. Близимся к финалу. Скажи, ты за развитие киберспорта? Да. За развитие киберспорта? Конечно. Да, да, конечно. За развитие киберспорта в Дагестане. Я за развитие киберспорта в республике Дагестан. Я за развитие киберспорта.